Очередное заседание Совета депутатов городского поселения Дмитров, назначенное на пятницу, оказалось под угрозой срыва из-за болезни ряда депутатов. Но все же в конце концов кворум удалось собрать и народные избранники приступили к рассмотрению текущей повестки дня. Поскольку два вопроса требовали присутствия наибольшего количества депутатов, то их решили не рассматривать, поскольку по ним на тот момент не было полной ясности. Зато вопрос о дате проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на 2017 год был принят практически без обсуждения. Только Валерий Винокуров попросил на ближайшем заседании рабочей группы довести до депутатов основные статьи доходов и расходов городской казны. Далее депутатам предстояло определиться с перечнем полномочий, передаваемых в муниципальный район. Как отметила представитель юридического отдела Инна Быкова, в основном список полномочий остается аналогичным этому году. Вот только возникли противоречия в части организации спортивно-массовой работы по месту жительства. Как пояснила заместитель главы администрации Елена Виноградова, район не может взять на себя эти полномочия, поскольку изменились требования к данной деятельности и не все спортивные площадки в микрорайонах города сертифицированы. К тому же нет квалифицированных кадров для организации такой работы. Депутатов данная постановка вопроса не устроила, поскольку они готовы предусмотреть в бюджете дополнительные средства на эти цели. Но воплощать в жизнь их должен все-таки район, у которого есть управление по делам молодежи, физической культуре и спорту. Валерий Логачев подчеркнул, что город передает вам полномочия, а все возникшие в связи с этим проблемы должны решаться в рабочем порядке. Решение по данному вопросу повестки дня было единогласным. Не возникло возражений по вопросу принятия полномочий от района в город в части рекламной деятельности и муниципального земельного контроля. Далее, по предположению начальника отдела КУМИ Людмилы Батуриной, были внесены изменения в порядок приватизации муниципального имущества. Теперь срок рассмотрения заявления составит от трех до пяти дней, а залоговая сумма будет увеличена в два раза. На заседании также была утверждена новая редакция положения о бюджетном процессе, комментарий по которой дала исполняющая обязанности руководителя городской администрации Елена Лазарева. А также принято решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя администрации городского поселения Дмитров. С полным текстом принятых на заседании решений, как всегда, можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации. Продолжение следует...